Виктор Туров Виктора Турова прошло в Могилёве. Здесь застала его Великая Отечественная, которая повлияла на всю дальнейшую жизнь будущего режиссёра. Его отца расстреляли гитлеровцы. Он вместе с мамой и сестрой оказался в концлагере в Германии, где едва не погиб. За украденный кусок хлеба начальник лагеря избил маленького Витю до полусмерти. На его лице на всю жизнь остались шрамы. Остались они и на сердце. Большинство фильмов Виктора Турова о войне. После победы и освобождения из концлагеря Виктор Туров вернулся в Могилёв. В девятом классе будущий режиссёр влёкся искусством кинематографа. Перечитал в нём массу литературы, обожал смотреть фильмы. Он здесь учился в 24-й школе. И уже тогда в школьные годы он посещал драм-куружок, выступал в дворце железнодорожников. И учителя уже тогда в школьные годы заметили в нём будущего артиста. Он выступал в школьных спектаклях, исполнял роли героев-романтиков. И всё же актёром он не стал. Не решился идти в профессию из-за шрамов на лице. Поэтому выбрал режиссёрский факультет в ГИКа. Парня из глубинки приняли в престижный вуз. Учился Виктор Туров на звёздном курсе Александра Довженко вместе с этарами Асилиани, Джемой Фирсовой, Ларисой Шипитько. Александр Довженко имел к каждому своему ученику личный подход и учил каждого из своих учеников говорить своим голосом. Виктор Туров в этом плане не стал исключением. Молодой режиссёр заявил о себе первым же фильмом. Его дипломная работа «Кинокартина. Часть кладбища» включена в топ-100 наиболее значимых фильмов мира. А имя Виктора Турова в список 50 лучших кинематографистов планеты. А у нас бабыщи в 41-м рассказывали, будто видел тебя на базаре на висельце, будто висишь ты в розовой майке, и партии твои многие признавали. А ты живой? Ну, значит, износ тебе теперь не будет, если тебя уже один раз хоронили. Потом были картины «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Время её сыновей», «Высокая кровь», «Воскресная ночь», всего 26 кинолент. У него снимались самые знаменитые советские актёры. Близким другом режиссёра был Владимир Высоцкий. Он сыграл одну из ролей в фильме Виктора Турова «Я родом из детства». Это тонкая лирическая киноповесть о детстве тех, кто во время Великой Отечественной впервые перенёс тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и стремление к счастью. В этой картине Виктор Туров рассказал о военной жизни Могилёвской железнодорожной окраины. В ней впервые с киноэкрана прозвучали песни Владимира Высоцкого на братских могилах «Холода, холода, звёзды». «Горящие русские хаты, горящий смоленский горящий рейхстаг, горящие сердца солдата, у братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди, на братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?» Вместе с Олесем Адамовичем Виктор Туров работал над диалогией «Партизаны», в которую вошли картины «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». Режиссёр экранизировал «Полескую хронику» Ивана Мележа, за что был достоин государственной премии. Человек – существо, так сказать. И он и хозяйка, и он и володар, царь природы. В городе его детство жива память о выдающемся земляке. На фасаде кинотеатра «Родина» установлена памятная доска Виктора Турова. Его имя носит одна из могилевских улиц. И вот уже 15 лет в Могилеве проходит Туровская осень. Нынешний год – не исключение. В эти дни также будут организованы ретроспективные показы фильмов Виктора Турова. Будет проходить книжная выставка. А до 4 ноября с участием одноклассников, коллег, родственников Виктора Турова, а также знаменитых деятелей белорусского кинематографа, пройдёт вечер памяти. Как сказал Виктор Гюго, великие люди сами сооружают себе пьедестал. Для Виктора Турова его пьедесталом стало творчество. Субтитры создавал DimaTorzok